Ишенгазы Джапаркулов уже 10 лет работает в Бишкек, водоканале. По его словам, большая часть системы оборудования была установлена еще в советское время, уже отработала свой положенный срок, что приводило к множественным поломкам. А ведь у Ишенгазы и его коллег важная задача – обеспечивать столицу водой круглосуточно. С переездом в новое здание работать станет намного комфортнее. Раньше мы работали в подвалах многоквартирных домов, где не было практически никаких условий. Нам приходится работать круглосуточно и очень важно, чтобы было место, где можно покушать, отдохнуть, принять душ. В новом здании все это предусмотрено. На работу иду с удовольствием. Здание было построено в рекордно короткие сроки – за два месяца. На это было потрачено порядка 5,5 миллионов сомов. Строительство велось самим коммунальным предприятием. В здании есть кухня, зона отдыха, душевые комнаты. Также для удобства рабочих есть холодильники, микроволновые печи и стиральные машины. На этот объект переведены работники двух участков, которые 24 часа в сутки работают над решением проблем с питьевой водой и канализацией в Свердловском районе столицы. Все расходы, собственные расходы ПВП «Водоканала», мы – хозорасчетная организация. Затраты только в размере 5,5 миллионов, это через тендер на материалы только ушли. А все строительные работы были выполнены собственными силами, нашими работниками. Здесь будет размещен участок по эксплуатации водоснабжения Свердловского района и участок по эксплуатации канализационной системы Свердловского района. В водоснабжении работает 17 человек в этом участке, в системе канализации работает 9 человек. Новое здание расположено на участке водозабора ПУ «Бишкек-Водоканал». Вокруг строения высадили деревья и облагородили близлежащую территорию. Такие условия есть практически во всех муниципальных предприятиях, современные условия. Единственное, можно сказать, что горлифт муниципальных предприятий, у них тоже сотрудники в подвале сидели, мы им новое здание дали, они скоро туда переедут, уже переезжают. То есть мы за то, чтобы обеспечить хорошие условия для всех сотрудников муниципалитета. 10 ноября 1929 года считается днем основания производственно-эксплуатационного управления «Бишкек-Водоканал». На балансе ПУ стоят канализационные и водопроводные сети столицы. Общая протяженность канализационных сетей в Бишкеке – 711 701 метр, а водопроводных – 1476 километров. «Бишкек-Водоканал» обслуживает более 600 тысяч жителей Бишкека, а также десятки предприятий и организаций.